Всем добрый вечер! Очень рада видеть вас в послепраздничный день на нашей планерке. Меня зовут Анна Шапира, ваш вышестоящий спонсор. Всех вас поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы у вас были новые уровни. Я имею ввиду уровни директорские в этом году. У кого-то может быть даже два уровня. Кому-то, если не видно, то в этом ничего страшного нет. Так работает интернет, возможно, связи не хватает. Я с этим ничего сделать не могу, когда у меня был плохой интернет. Я для сравнения скажу, у меня запись в планерке или вебинара грузилась на канал. Целую ночь. У меня была такая связь. Я никому мозг не переедала по этому поводу. Я работала с таким интернетом. Вот. Поэтому, если хотя бы меня слышно, то это уже здорово. Это классно, найдите плюсы. Меня слышно, да, и это хорошо. Не видно ничего в этом плохого нет. Кому не слышно, посмотрите в записи. Можно всегда найти выход из создавшегося и сложившегося положения. У нас сегодня с вами итоговая планерка. У меня по команде много новых уровней. У девчонок тоже. Я не знаю, у нас Вика Протопопова подключится сегодня или нет. У меня тоже есть новый уровень в команде, но у нее отключили свет. Поэтому, девчонки, кто из команды Вики Протопопова, из ее персональной группы, если она не подключится, то, конечно, вы останетесь у нас без поздравления. Мне очень жаль, конечно. Она даже не успела Славе загрузить. Если бы Вика Славе загрузила, мы бы вас поздравили. Но будем надеяться, что свет дадут. Света Кожевникова поздравит своих девчонок. Женя расскажет по каталогу. Каталог у нас классный. У нас вообще первый каталог всегда со скидками. И первый каталог всегда длится 4 недели. То есть, смотрите, за 4 недели вы сможете сделать уровень. Нам обычно не хватает одного-двух дней. Обычно так бывает. Каталог закончился, баллов сколько-то не хватило, кажется. Ну, е-мое, ну, хоть еще бы несколько часов. Я бы точно что-то сделала. Вот в первом каталоге у нас целая неделя в запасе будет. Вы сможете доделать свои уровни. Но не тяните. С первой недели сразу нужно начинать работать. Не нужно в праздники нам расслабляться. Наша работа – это тогда, когда люди отдыхают. Нам проще выйти на связь с людьми. Они отдыхают, они дома. А что дома делают люди? Они также в интернете находятся. Если они идут на горки, идут на какие-то там мероприятия, идите тоже. Где ваши друзья, там и вы. И не просто на горке катайтесь, не просто болтайтесь с друзьями. Пытайтесь рекрутировать. Зовите в бизнес, рассказывайте о себе. То есть вообще любые праздники для нас – это работа. Нам не нужно отдыхать так, как отдыхают сейчас все наше население. Я еще раз поздравляю вас с успешным закрытием года. В моей персональной группе были хорошие уровни. Достаточно такие серьезные уровни. И я сейчас покажу вам слайды. Поздравлю своих звезд. Слайды у меня сегодня разношерстные. Я эти слайды, это коллажи, я их делала для соцсетей. У нас сейчас идет как раз марафон. Мы раскачаться после праздников не можем. В принципе, с первого дала отдохнуть, думала, первого начнем работать. Первое, девчонки тоже не все на связи. Сегодня второе. Немножко понемножку начали появляться. В одном марафоне по волосу и в другом марафоне по соцсетям. Ну вот, надо девочке работать, не надо расслабляться. Давайте возвращайтесь. Молодцы, что в таком количестве на планерку пришли. И вот эти коллажи, которые я сегодня покажу вам, это для соцсетей сделано. Вы для соцсетей можете использовать все, что угодно. Можно делать, допустим, о вас я говорю, о вас я слайд сделала. Вы можете заскринить экран. Я не знаю, с телефона получится или нет. Там бывает, смотря какой телефон и как вы скрин делаете. К нажатиям кнопки какой-то, да, у вас получится скрин. Если нужно, ну, мне надо было шторку оттягивать, и у меня закрывалась тогда комната, либо прямой фире, если я смотрела в Инстаграм и хотела заскринить. И смотрите, как вам удобно. Если с компьютера, то же с ноутбука делайте скрины. Скрины вот этих планерок, там, где вас поздравляют, вы можете использовать потом в соцсети. Добавить, написать о том, что меня сегодня поздравили на планерке. И, ну, каким-то образом привлечь людей, да. Можно взять телефон, что я часто делаю, да и многие делают. Сторис показать в Инстаграм, да, как вас поздравляют. Можно просто показать, что вот у нас идет планерка. Можно на одну минутку ролик записать и в ленту разместить в Инстаграм. То есть, вот, прям берете телефон и записываете экран. Все нужно использовать. Что вижу, то пою, как говорится, да. Вот у нас такая работа. Рассказать людям о том, что мы с вами видим. Итак, итоги 17-го каталога. Наши новые уровни. А, не новые уровни. Сначала общие итоги. У нас групповых баллов по персональной в группе 14 312. Прирост 2 тысячи баллов. Прирост. Это новые группы растут. Молодцы. Очень рада за рост ваш. Велмоса. Велмоса на 4,5 тысячи баллов. Достаточно хороший процент от общих групповых баллов. Вот, обращайте внимание. Вы вот эту же информацию можете посмотреть у себя в инфлистах. Я это беру из инфлиста. Но у меня вся моя персональная группа. У вас, ваша группа. То есть, персональная группа – это те, кто под вами находится. И вы можете вот эту информацию увидеть у себя. То есть, нужно обращать внимание на групповые баллы свои, да, вот, в своей команде. И сколько Велмоса. Потому что Велмос – это самый основной продукт у нас, на котором можно строить бизнес. На мыле бизнес не построишь, на шампунках тоже не построишь. Нужно смотреть, чтобы команда пользовалась продукцией Велмоса. Дальше. Стартеры – это те, кто присоединился, те, кто зарегистрировались. А рекруты – это те, кто сделал заказ. Вот к нам присоединилось 15 человек, 10 из них сделали заказ. Ну, нормальный процент. Я думаю, что видят люди, что можно будет потом в записи посмотреть. И нужно обращать внимание на активность. 72% компания ставит план активности не менее 75%. Вот проверки в инфлистах, это самый конец, прокручиваете инфлисты, там можно будет вот эти данные увидеть. Ну, а реактивированные – это те, кто давно заказы не делал. Я так думаю, что за счет Нового года, они вспомнили, что у них есть номер в Арифлейм. Давно, это более трех каталогов не делали заказы. Сделали заказы из старичков, уснувших 12 человек. Так, я вас попрошу не писать одно и то же, потому что вы перебиваете, сейчас пойдут другие спикеры, иначе мне придется час заблокировать. Я еще раз пишу, что посмотрите в записи. Ничего в этом страшного нет. В записи все будет хорошо всем слышно и видно. Девчонки, договариваемся. Есть такая проблема. Будет она всегда и была всегда, и она будет через год, и через два, и через десять. Поэтому просто, когда выйдите из комнаты, если вам не видно и не слышно. И не нужно перебивать, это прям очень такая моя просьба. Вы избиваете с мысли, приходят новички, подключаются и первый раз, и волнуются, и слова теряют, да? Когда забывают, что хотели сказать, и здесь без конца у меня нет звука, у меня нет видео, у меня нет звука, у меня нет видео. Вообще заправивать себе возьмите. Несколько человек написали, я уже давно поняла, у кого нет звука и у кого проблемы. Я не могу ничем вам помочь. Поэтому просто продолжаем работать. Если это будет продолжаться, мы просто будем на планерку отключать чат, и тогда вообще будет непонятно, кто что и о чем думает. Это хуже, конечно же. Вот эти итоги посмотрите у себя в инфлистах и обязательно за ними следите. Отслеживайте, это ваш бизнес. Ну и переходим к поздравлениям. У нас новый трехпроцентник Олечка Щукина. Поздравляем Олю. Это у нас девочки из Тюмени, работают по теплому рынку. Здесь я ставила по два калажа на один слайд, потому что у нас здесь оказалась целая семья. Галя пришла в Аганова, ее пригласила Юля Рудакова. Я не знаю, какие у них отношения подруги это или учились где-то вместе. Хорошие девчонки. Очень активно у меня и Юля, и Галя. И только вот в этом каталоге я узнала, что у Гали здесь практически вся семья. Муж Андрея Ваганова у нее, Галя, начала с него вторую веточку. Он на 3% вышел. Ему начислено тысяча там с копейками. Я сюда на слайд не стала ставить. Начислено на номер Андрея. И где-то 5 тысяч с копейками начислено на номер Гали. Два месяца у нас Галя в команде. И уже можно примерно, приблизительно. И вот уже такая объемная скидка хорошая. Галя заказы теперь покупает с 65% скидкой. Представляете, вот сначала мы зарабатываем скидку, а потом уже доход вот этот растет и приумножается. Но сначала скидку зарабатываем. Вот Галя уже скидку себе хорошую заработала. Новый менеджер 9% это у нас Света Кувыкина. Это родная сестра Гали Пагановой. Тоже для меня это было неожиданностью. Мне очень нравится, когда у нас целыми семьями приходят и работают. Света у нас вышла на уровень 9%. У Светы с самого первого каталога заказы всегда на 150 и выше баллов. Она прям по 200 баллов и больше делает. Молодец. А Наталья Сироткина это мама Светы и Галя. Вот такая у нас семья. Красивая, позитивная, общительная очень. То есть вообще все очень классно, когда идет поддержка от семьи. Дальше поехали. Девочки в команде Юлии Рудаковой 9% Анюта Балашова и Анюта Бучельникова. Поздравляем, девчонок. У нас Оля Чубанова вышла на 6%. Она удержала уровень. Это не новый уровень. Новый она не сделала. Но Оля очень старается. Вот личный заказ. Обратите внимание. 181 балл. Можно делать. Девчонки и каталоги показывают, и себе берут. То есть если мы пришли сюда зарабатывать, мы найдем всегда выход. И Марина Казакова, она из Табучина. До 9% Марине не хватило 70 баллов. Что ли? Прям совсем немного. Марина хотела своим заказом доделать. Я не советую, никогда не рекомендую своим заказом забивать, если свой заказ уже очень хороший. У Марины 171 балл личный заказ. Мы с ней вместе делаем заказы. Я всегда удивляюсь. Я говорю, Марин, ты вот может быть много, может быть убавим. Потому что зарплата небольшая. Она говорит, так это не мой заказ. Это я показала каталог, и у меня заказали. Вот можно работать, не нужно говорить, что мне это не надо, то не надо, пятое, десятое, мне ничего не надо. Ну не надо, не надо, идите на наемную работу. Здесь разговор короткий. Кому надо, тот находит выход. Поздравляю, девчонок. Две девочки у нас, Нина и Софья, менеджеры 9%. Это другая веточка у меня. Это девчонки, пришедшие на марафон, на wellness-марафон. Смотрите, вот я вам говорю, есть такой способ рекрутинга на марафон, на wellness. Приглашайте людей, которые борются с лишним весом. Они не собираются бизнес строить, им некогда его строить, но они приходят, они делают заказы. Они, вот у нас Марина, например, с предыдущего слайда Казакова, она пришла тоже худеть, она не хотела бизнес строить, но она уже начала приглашать. Вот. Девчонки вот здесь, Нина и Софья еще не начали приглашать, но они делают хорошие заказы. Они проходят стартовую программу, они забирают подписку в wellness свою, четвертый шаг, и между делом они выходят на уровни. Конечно, у меня в планах сделать так, чтобы девчонки начали зарабатывать здесь. Ну, пока только находятся в чате по марафону. Ну, Софья у нас есть по рабочим чате. Обе из Табучина. С обеими мы знакомы. Мы познакомились уже здесь, я работаю по-холодному. Девчонки пришли ко мне по-холодному. Не были мы знакомы с ними. Юлечка Вяткина. Это теплый контакт Юлии Рудаковой. Они вместе работают с Юлей. Вышла на 12%. Молодец. Тоже с первого каталога у нас все нормально идет с заказами и с приглашениями. Это девчонки, с которыми мы работали в общих чатах. Чат на троих, когда создается для собеседования, вот таким образом мы начинали расти. Кто перенял эту идею, ну, тем легче работать. Поздравляем Оксану Шерстобитову. Оксана у нас пока только заказы делает, но всегда на связи, всегда на обучении. Пытается приглашает, но не всегда получается. Как обычно, что нам говорят? Да я не верю. Да ты давай попробуй, потом мы к тебе придем. Что в таком случае нужно делать? Есть уровень, да? Есть команда. Есть товарооборот. Людям хочется увидеть, как вы попробовали. Покажите это. Возьмите, покажите. Покажите, я же делаю вам вот эти коллажи поздравительные. Возьмите, разместите, покажите, что у вас уже есть результат. Пусть с помощью команды, но результат есть. Зачем мы строим друг под друга, чтобы показать результат? Эрика Ведерникова в моей команде уже второй раз, первый раз у нас ничего не вышло, хотя Эрика рекрутировала неплохо, а потом каким-то образом все это подзабросила. Сейчас у нас Эрика на 15% вышла. С Эрикой знакомая, это фото с БВО. На БВО она в руках держит чеки за 9-12%. Уже после БВО у нее уровень повысился 15% у Эрики. Ну и наша дорогая Юлечка Рудакова. Это та девочка, с которой мы познакомились, будучи на лайнере. Юля мне написала, я не помню, в WhatsApp или в Instagram она мне написала. Я ее зарегистрировала, мы пообщались с ней по-быстрому, это была ночь. Но я не откладываю никогда дела на утро. Если бы я ей сказала, что Юль, давай до утра, я тут спать уже хочу до времени, у нас праздник целого времени большая, я спать хочу давай утром. Возможно, у меня бы не было Юли в команде. Ну и, соответственно, тех людей, которых пригласили Юлия, Галя, Света. Причем Юля Рудакова до меня, она общалась с кем-то, ей уже пытались там рассказать о бизнесе, но была как раз такая ситуация, но отложили. Юля ждать не захотелась, и тут подвернулась я. Вот такие дела. Никогда откладывать на завтра не нужно, если у вас есть время. Не откладывайте, делайте сразу все. Я хочу поздравить Женю Брижатову с уровнем 18%. Это не просто мои бизнес-партнеры, это две моих подруги. Вот она еще одна красавица, Света Кожевникова. Света у нас открыла уровень директора в прошлом каталоге, планировали чуть пораньше открыть, но открыли только в 17-м каталоге. Ну да ладно, этот рост, Свет, был быстрее, чем у меня. У меня за 10 каталогов у тебя, по-моему, за 8, да, получилось? 8 или 9. Вот. Я желаю вам, девчонки, хороших результатов в этом году. Вы уже увидели, как бизнес работает, что для этого делать, что это все правда, да. Я про Юлю Рудакова не сказала, ей начислили 7 тысяч за прошлый каталог. 7 тысяч уже, ну, примерно 2 месяца тоже, Юля. Она в конце сентября пришла, потом еще думала, работать или нет. Октябрь, ноябрь, а, декабрь, 3 месяца. 3 месяца отработала, уже ежемесячно 7 тысяч. Кому лишнее? Никому не лишнее. У девчонок, конечно, у Жени и у Светы больше. Я не спрашивала, сколько у них доход. Вот, девчонок, поздравляю, желаю вам роста огромного и быстрого. Все, дальше подключается Света, потом Женя, и потом снова я расскажу вам про новинку. Хорошо? Ну, давайте начинаем. Всех с Новым Годом, у нас закрылся очень хорошо старый год, с хорошим результатом мы вышли в Новый Год. И сейчас я вам расскажу итоги прошлого каталога. Отчет по структуре личных 200 я сделала. Групповые баллы 8125, получается у нас прирост по группе 2624 балла. 2624 прирост по команде. Немножко расстроилась вы у нас. У нас всегда было 1300, 1200. Что-то маловато, 990 попало. Пришло в команду 38 человек. Из них сделали 20 человек закаты из 38. Ну, кто-то, может быть, не успел, потому что у нас регистрации были до последнего дня. Прямо даже в последний день у нас были регистрации. Очень активно рекрутировали. Квалифицированных 12 человек. Активность в команде 74%. Ну, бывало и 82. Хотелось бы, конечно, и побольше активности. Но, видимо, с праздниками, с началом подготовки праздника, немножко не доработали. Ну, и реактивировали, разбудили 4 человека. Вот. Ну, вот такие вот у нас итоги. И сейчас я поздравлю своих консультантов, лидеров лучевых с новыми уровнями. Ну, давайте посмотрим. Максуда Джураева. Она у нас прошла первый шаг стартовой программы. Это девочка из команды Жени Брежатовой. Давайте ее поздравим. Максуда молодец. Активно у нас. Только включилась в работу. И сразу сделала свой первый шаг. Максуда, мы тебя поздравляем. Дальше тебе роста. Да. Екатерина Булыга. Екатерина у нас прошла четвертый шаг стартовой программы. Она зарегистрировала маму. И мама прошла первый шаг стартовой программы. Катя у нас очень активная. В чате мы ее постоянно видим. Ну, вот сейчас можно посмотреть ее на фотографии. Катя, ты молодец. Давай включайся уже. Рекрутинг мы тебя ждем. Чтобы у тебя прям уже росла команда. И маму присоединяй тоже в нашу, если она еще в чате нет, в нашу работу. Потому что мама всегда помогает. Мама всегда активничает. Поэтому мы тебя поздравляем. Умничка. Тоже из Жениной команды. Ну, вот у нас Татьяна Пак. Поздравляем ее с вторым шагом. Таня у нас пришла на Велнос. Это уже команда Жени Брижатова, Олеси Малагонцевой. Татьяна пришла к ней. Олеси Малагонцевой. Она у нас в Велнос-чате. Активно худеет, выполняет все задания. Умница. Вообще такая очень ответственная девочка. Танюш, мы тебя поздравляем. Ты молодец. Прям. Мы хотели бы тебя видеть в своей команде дальше. Вот. Поэтому был у нас работает. Аня уже говорила об этом. Татьяна Серегина прошла первый шаг. Вышла на 3%. Татьяна из команды Жени Брижатовой. Татьяна работает риелтором. Она держит свое агентство. Ну, пока еще сама не рекрутировала. Но уже на 3% прошла первый шаг стартовой программы. Татьяна, давай включайся уже. Мы тебя ждем. Татьяна будет работать с мужем. Мы тебя ждем. Татьяна очень активная у нас. Живет в Космообске. Это уже моя команда. Людмила Полянских. Вышла на 3%. Люда прошла второй шаг. Люд, ты здесь. Мы тебя поздравляем. Сегодня у нас на планерке. Людочка работает у нас. Преподает в колледже технологии приготовления пищи. На технолог, преподаватель. Люд, давай начинаем уже строить команду. У нее уже есть люди на завтра. Завтра у нас будет марафон. Опять у нас новый проект начинается. Пятидневный курс. У людей уже есть люди. Поэтому, люди, мы тебя ждем. Я тебя поздравляю. Ты молодец. У нас очень, у нас 62 новых уровня. Даже лишь 63 новых уровня. Но у нас кто активный, я тех поздравляю. Кто сделали заказы, кто вышли на 3%. Вот сейчас я поздравляю. Белобородова Оксана, Гордеева, Яна, Жукова, Светлана. Это команда Оли Сохиной. Олечка, мы поздравляем твоих девочек. Девочки молодцы, активные девочки. Яна Гордеева сделала 150 баллов. Вышла на 3%. Яна с города Новосибирска. Яна активно вошла к нам в команду. Но еще пока в чате сильно не активничает, может быть, объясняется. Белобородова Оксана Искупина. Она тоже уже зарегистрировала людей. Поэтому, Оксан, давай включайся. Оксана у нас работает товароведом в большом магазине, в супермаркете. Николаем Кангелина, Морина, Татьяна, Толпих, Людмила, Голубева, Любовь. Из команды Елены Журавлевой. Девочки, мы вас всех поздравляем. Молодцы. Людмила Долгих у нас была на большой мотивационной встрече. Она сделала 150 баллов. Людмила, вам огромный привет. Она включилась в работу. И ждем новых результатов. Ой, что-то у меня сдвинулось тут все. Консультанты 6%. Это моя Мурова Анна. Она пришла на продажи. Аня у нас только продавец. Но она растет за счет того, что она в бедке у меня. И Макаренко Любовь. Макаренко Любовь. Оли Сохиной веточки вышла на 6%. Любовь поздравляем. Желаем роста. Молодцы. Так, дальше у нас. Теперь Женина команда. Майя Абдеева вышла на 6%. Майя, мы тебя поздравляем. Майя сегодня у нас в Таиланде. Она прилетела в Таиланд и отдыхает. Уже включилась в работу. Сегодня будет на обучении. Майя, мы тебя поздравляем. Молодец. У нее уже команда. Она регистрирует своих родственников. Сейчас у меня уже подруга пришла. Вот как мы поздравляли. Вот. И Майя, давай в следующем каталоге. Мы тебя ждем уже на 9%. Новые менеджеры 9%. Пахомова Ирина, Олейник Нина, из команды Елены Журавлевой, Елены Барановой. Это новые менеджеры 9%. За один каталог вышли на 9%. Девочки, мы вас поздравляем. Молодцы. Не знаю, присутствуете вы или нет здесь. Но за один каталог создали командочки. Очень активные девчонки. Мамонтова Юлия, Дьякова, Галина. Это моя вторая веточка. Тоже вышли на 9%. Пока еще не включились. Но понемножку делают заказки. Я вас поздравляю. Включайтесь уже в работу. Хочу поздравить Екатерину Гаврилову. Катя у нас менеджер 9%. Вышла в этом каталоге. Она была на большой мотивационной встрече. Мы даже ее фотографировали с чеком. Катюш, вот тебе результат твой. Ты молодец. Мы тебя поздравляем. И я желаю тебе роста. Катя у нас активненько в чате участвует. Катя, давай на 12 следующий каталог. Катюш, молодец. Кузнецова Ольга, менеджер 9%. Оля у меня скотчек. Это из Лены Фабер команды. Оля делает свои заказы. То есть у нее 150 баллов. Она уже два каталога у нас делает свои объемы. Оля еще пока у нас не включилась. Но уже заинтересовалась. То есть человек уже начал интересоваться. Хотя просто пришла для себя брать продукт. Но так как у нас веточка активная, мы ее вывели на 9%. И Оля у нас теперь менеджер. Оль, мы тебя поздравляем. Хотим, чтобы ты уже был активным, работала с нами в нашей команде. Я лично с Олей не знакома. А мы только с ней заочно знакомы. Оль, молодец. Ну, а у нас новый менеджер 9% из Жени Брижатовой команды. Олеся Малагонцева. Олеся уже все знают. Олеся у нас часто выступает на планерках. Олеся, мы тебя поздравляем. Вот Таня Пак как раз с ее командой. Олеся, ты молодец. Олеся, чем вообще. Олеся мне нравится тем, что она очень ответственная. Человек очень ответственный. Она у нас ведет был нас в марафон. Так как она работает инструктором по физической культуре. Она нас там штудирует в этом был нас в марафоне. Конечно, мы немножко отошли сейчас от правил. Но стараемся придерживаться. И Олеся нас там держит. Молодец. Олеся, я тебя поздравляю. Хочу, чтобы ты у нас в следующем каталоге уже сделала прирост, чтобы у тебя была своя команда. Молодец. Прям от души тебя поздравляю. У нас много поздравлений, да. Екатерина Калугина. Катюшка, она ко мне пришла. Катя у нас врач-ветеринар. Они ко мне попросили вместе с Юлей в команду. Катя вышла на 9%. Катя, молодец, мы тебя поздравляем. Катя у нас очень занятой человек. Ну, постоянно. Она постоянно, представляете, с животными. У нее там клиника. Поэтому, Катя, мы тебя поздравляем. Она у нас учится активно. Вчера попросили с девочки. Вот кто еще не знает, сейчас у нас идет тоже марафон по обучению от наших спонсоров Ирины и Антона Долженко. Там выступаются лидеры. Катя тоже включилась у меня туда. Это в Телеграм. Кто еще не добавился, добавляйтесь, потому что такие обучения проходят раз в году. Потом их не будет. Это супер просто. Мы вчера послушали. Я очень много взяла. У меня даже муж включается в работу, что интересно. Он тоже вчера посмотрел. Поэтому нужно обязательно присутствовать на таких обучениях. Ну, в моей второй ветке вырос менеджер Елена Синева. Лена у меня работает риэлтором. Со мной работала в этажах. Я уже ушла оттуда. И Елена пока что у меня сначала очень активно включилась. Сейчас пока она что-то присела. Но автоматически вышла на 12%. Лен, мы тебя поздравляем. Лена делает заказы. У нее все хорошо с этим. Я думаю, что она включится. С головой у нее все нормально. Поэтому, Леночка, давай включайся. У нее тоже есть своя команда. То есть у нее есть девочки, которые делают заказы. Она у нас не без команды. Ну и, конечно же, меня порадовала Женя в этом каталоге. Жень, мы тебя поздравляем. Это у нас позитивчик-активчик. Это моя подруга, с которой мы всегда вместе, на связи. И как только... Чаще всего нас Аня собирает в кучку, потому что иногда нам некогда Жене встретить. Но когда приезжает Аня, мы уже не можем не посетить встречу со спонсорами. Мы всегда приезжаем. Поэтому, Женя, ты умница. Уже не своя команда. Она ее выбила на хороший уровень уже. И она хороший лидер. Она сильный человек. Хотя она маленькая и хрупкая всегда говорю, да? Но у нее очень большая сила воли. И она прям меня иногда удивляет. Жень, я тебя поздравляю с всей души. Всю твою команду с новыми уровнями. Девочки вообще все молодцы. И очень активные. Я очень люблю свою команду. И благодарю свою команду. Немножко у меня съехало что-то. Всех поздравляю с новыми уровнями. Конечно же, слава благодарности своим спонсорам. Аня Александру Шапира и Виктории Протопоковой. Спасибо огромное за помощь. Все помогают по-разному. За сопровождение. Где-то мы, может быть, еще не совсем умные в каких-то вещах. Мы можем, может быть, там какие-то презентации сделать. Это тупим еще, так скажем. Но стараемся. Спасибо за то, что вы помогаете. И я хочу поблагодарить команду. Спасибо всем огромное за рост. Это ваш рост. Это ваши люди. Вы их позвали. Мы позвали вас. А вы позвали своих людей. Мы помогаем вам. Вы помогаете своим консультантам, своим лидерам, своим ключевым партнерам. Поэтому мы всегда рады всем помочь. Всегда на связи. И знакомьте все-таки со спонсорами своей команды. Не прячьте свою команду. Я всем хочу сказать, что чем вы больше будете знакомить, у нас спонсоров очень много. Вот хоть с кем. И у вас консультанты, у вас люди будут зажигаться любой энергетикой. Возможно, кто-то не зажег, но другой спонсор зажгет. И у людей появятся крылышки. Сейчас я, в принципе, не смотрю на свою зарплату, как на зарплату, то есть на доход. Аня уже сказала, что да, неплохие доходы. У меня в этом каталоге за три недели, получается, за две веточки компания заплатила 16 тысяч. Ну, 16, как бы, небольшие деньги. Для меня это вообще, как бы, очень маленькие деньги. Для регионов, я так понимаю, что это уже неплохие деньги за три недели. Ну, где-то в среднем, наверное, 20-ка выходит. Вот. У Жени, я знаю, что 13 тысяч. Ну, в зарплате, да, у кого небольшие доходы, это прекрасные доходы. И в накопительной, вот у меня сейчас уже в накопительной на моем номере около 60 тысяч. Вроде бы так незаметненько, да, копятся, копятся, денежки складываются, в копеечках, в копеечки. И уже такая сумма накопилась. Но я планирую все-таки, постараюсь закрыть не один уровень, да, у нас за каждый уровень по 50 тысяч, за новый уровень, три уровня 150 тысяч. Я сейчас планирую на эту сумму, да, ну, плюс тремя. Поэтому у всех, вот кто сейчас на 6, на 9 процентов, на 12, у вас есть возможность открыть три уровня, закрыть, то есть три уровня. А можно из-за каталог сделать уровень 2 и 3. Особенно на маленьких уровнях можно прямо друг за дружку идти. Поэтому я всех призываю к этому. Все молодцы, хорошо сработал, у меня команда очень порадовала, умнички. И хочу отметить еще команду Купинскую, Лена Журавльева, Лена Баранова, Оля Сухин. Они сейчас работают сами. Девочки активно рванули, активно прям, да. Лена Баранова у нас в этом каталоге, немножко они там упали. Сейчас восстановили свой уровень и даже вышли с запасом своих уровней. То есть они немножко сделали все с приростом. Поэтому, девочки, вам много в уровне. Поздравьте всю свою команду. Просто я вас сегодня не вижу. Увидите в записи, поздравьте всю свою команду. Пожелайте всем успехов. И вообще я желаю всем успехов в новом году, всем новых званий. Всем хорошего настроения. С хорошим настроением рекрутируем. С плохим даже не выходим, всегда об этом говорю. Вот. Все, я заканчиваю. Сейчас у нас подключится Женя Брежатова. И вот еще хотела немножко сказать. Знаете. Бывают разные моменты. И вот у меня стабилизация была на 18%. Меня это очень не радовало, да, потому что... Но зависли долго. Зависли, висели. И настроение уже пропадает, да. Но все равно берешься, делаешь, двигаешься, что-то дальше делаешь. И, понимаете, нужно понимать, что этот бизнес все время в гору у вас не пойдет. Не бывает такого. У вас идет формирование команды, у вас что-то происходит внутри команды, да. Почему стабилизация? Нужно взяться и просмотреть их. Взяться с себя. Начать с себя, с самого себя. Пересмотреть. Может быть, что-то я делаю не так. Вот я в прошлом каталоге, в позапрошлом. Я думаю, что-то, наверное, я делаю не так. Почему у меня так все происходит. Какие-то мы моменты пересмотрели, что-то напеределали, как-то мы подработали, да. И прирост 2600, это же не маленький прирост. Я даже, если честно, уже и не планировала быть старшим менеджером в этом в прошлом каталоге. Честно вам скажу. Вот честно. Я даже не планировала выйти. Но, так как я понимала, что у нас хороший репутин, я все-таки, ну и прирост получается 7500 плюс 600 баллов еще мы даже вышли. У нас как бы неплохой прирост получился. Не ки-ка в ки-ку там у 7500 как раз, да, а с приростом. Ну еще Казахстан. Я Казахстан еще не смотрела. Вот. Все, я отключаю, Женечка, включайся. Поэтому пробудьте ровно год. Не уходите с этого бизнеса. Посмотрите, что у вас будет. Всем желаю удачи. Всего доброго. Все, отключаюсь. Жень, включайся. Слышно меня? Ну, всех с Новым Годом. Да, вижу, я быстренько. Я не стала делать... Да-да-да, я быстро расскажу. У меня совсем кратенько. Я единственное хочу поблагодарить всех, поблагодарить свою команду за такой результат. Я не стала отчет делать. Света тут за нас, как я сказала, но скажу, что прирост у меня 2000 баллов. Вот. До старшего менеджера полторы тысячи не хватило. Вот. Хотела бы поблагодарить Свету. Спасибо большое, Свет. Знаешь, мы со Светой очень давно знакомы. И мы со Светой пришли сюда уже как бы повторно, да, но... И у нас с ней работа по-теплому. Все методы хороши. Мы пришли сюда работать по новому методу. Рекрутировать по интернету. Ну, оно действительно... Люди могут и закончиться, и все, да. Все методы хороши. Но мы со Светой прям скучаем по тёплому рынку. Я уже сегодня с Светой говорю, скоро лето, пойдём, говорю, на улицу рекрутировать. Мы, конечно, не ходим с листовками, но у нас это весело получается. Так же, как весело, мы ходим фотографироваться сами вместе по Меге или ещё что-то. И я благодарно встретила очень много людей, кого я пригласила именно со Светой. Рядом. Она всегда рядом. Мы приходили вместе к людям. Или люди ко мне домой приходили. Я приглашала домой. Я не говорила, приходи ко мне в бизнес на Reflame. Сейчас вот придёшь ко мне, я тебя зарегистрирую. Нет, конечно, не так. Я приглашала просто, приходи в гости. Приходили подруги, была Света, я знакомила. Мы ненавязчиво рассказывали о возможности. Кто-то оставался потребителем, кто-то приходил на возможности просто покупать для себя, кто-то приходил на бизнес. Сейчас многие приходят у меня просто пользоваться. А кто-то приходит на Wellness. Я сразу не говорю. Ну, то есть, у меня люди идут. Я хочу сказать, что не всем я сразу предлагаю бизнес. Завите хоть на что. Я поставила себе цель выйти на директора. Я стараюсь, конечно, больше поставила цель. Но зову на всё. На все возможности Reflame. Потому что большая часть у нас всё равно потребителей. Лидеров мало. Поэтому зовите. И всё у вас получится. Я ещё просто вот сижу, пока Света сейчас говорила. Сижу и думаю. Где я была в 2001 году? Я была в больнице. Где я была в 2005 году? Я была в больнице. Работала в больнице. Сейчас где я? Я в больнице работаю. А моя зарплата стоит на одном уровне. Она не двигается. В Reflame я пришла. Первая зарплата моя, да, там сколько? Я уже, честно говоря, не помню. Ну, не 18, как у меня сейчас в больнице. Но за полгода она у меня сейчас в 13. И я хочу здесь к апрелю месяцу иметь 50. Загнула, да? Ну, вот так вот. Ставьте цели. Ставьте и добивайтесь их. Ну, а я маленький обзор вам каталога. Я совсем недолго, весь каталог я вам показывать не буду. Я вам просто покажу то, на что можно обратить внимание. У нас в каталог, да, видите, написано, что у нас очень много скидок. У нас будет отдельно еще рассказываться про все продукции, да, которые есть у нас в каталоге. Но на что обратить внимание, да, кто сделал на 500 рублей в прошлом каталоге, да, вы можете и в этом каталоге на 500 рублей, да, можете заказать со скидкой наши витамины, да. Все знают, у нас еще есть подписка Wellness, да, про акции. Дальше немножко вот про Wellness, да. Некоторые говорят, нам витамины не нужны круглогодично, да, каждый день они нам не нужны. Но на самом деле у нас продукты сейчас либо заморожены, либо мы их... Все равно нет натуральных сейчас продуктов. И наши витамины, в чем их уникальность? Я хотела бы сказать на собственном примере, на примере своего ребенка. Я его когда-то прокормила витаминами мультитаб. И на последнюю таблетку он у меня выдал жуткую аллергию. Доктор нам выписал эти витамины. А сейчас у меня ребенок пьет эти витамины. Во-первых, он не болеет. Он вчера как раз сидел, нам хвастался, что он в этом году у нас ни разу еще не ходил на больничный. Вот. И еще у нас минимальная суточная доза с учетом того, что вы принимаете в дополнение с едой. То есть, очень выгодно именно пользоваться нашими витаминами. И последнее время я зову именно на wellness. Продукция у нас меняется, да, косметика меняется. А этот продукт уникален. Он будет у нас всегда. И он хорошие баллы дает, да. То есть, пробуйте, кто не пробовал, шикарные витамины. Обратить можно также на скидку на туалетную воду, да. Также такая же акция идет. Кто на 500 рублей в прошлом каталоге сделал, сделал заказ на 500 рублей, да. Если вы пришли только в этом каталоге, то на 1000 рублей делаете. И можно приобрести туалетную воду Люсия за 599 рублей. Дальше у нас есть вот такая замечательная палитра. Кто видел в начале, да, что меня привлекло, это как интересно можно накрасить губы, да. Не говоря о том, что это очень маленький предмет, который может поместиться в вашей сумочке, да. Также акция, если вы брали на 500 рублей или на 1000 в этом каталоге, то можете приобрести всего за 199 рублей. Так что, очень много чего, да. Вот акция с полотенцами. Я себе уже 4 набора собралась брать. Скоро 8 марта. Очень шикарный подарок. А если вы еще... Да, на скидки. Вот именно что и скидки, и предложения. Потому что очень удобно. Если еще у вас своя скидка есть, это вам обойдется совсем недорого. Мы вот сейчас акцию придумали в больнице для пациентов. Заполнив анкету, они получают подарки. А где мне денег взять на подарки? Почему я должна их тратить, да. У нас была акция, медальный зачет, где я продукцию получила по рублю. Вот теперь мы раздаем подарки по рублю. И собираем анкеты. Дальше. Дальше у нас идет тушь. Да, вот посмотрите, какая акция, да. Ну, да, можно 4... Там условия выполняете, если? Там условия есть. При заказе на 1000 рублей в этом каталоге. У меня заказ на 4000. 4 набора я себе закажу. Можно. Можно и больше, если у вас заказ больше. Ну, вот начала рассказывать, да. Смотрите, какие скидки у нас на шикарную тушь. Не забывайте, смотрите внимательно на все акции и рассказывайте своим клиентам. Тушь классная, мне понравилась. Также у нас туалетные воды мужские. Смотрите, цена какая. Всего за 400 рублей. Шикарная цена. А скоро у нас будет 23 февраля. Кто-то отмечает и 14 февраля. Так что подарки готовы. Замечательное масло для волос. Тоже цена шикарная. Такие масла в магазинах стоят от 500 и выше. Ну и у нас он недешево стоит. Поэтому хорошая возможность. Я пользуюсь, мне очень нравится. Можно использовать эти масла вместо кондиционера даже. Хорошо защищает, если кто-то пользуется каждый день теном. И незаменимая вещь в каждой ванне женщины, да. Мне очень нравится. И у меня девчонки заказывают, не зарегистрированные в Арифлейн, а заказывают наши гели. Им очень нравится. Именно ощущение после использования. Вот. Еще я хотела бы немножко от каталога оторваться. Буквально минуту. Смотрите, что у нас завтра марафон начинается. Для тех, кто... Да, и не только девушкам. Для тех, кто у нас только пришел и ничего не знает о компании. И для тех, кто бы хотел узнать о возможностях бизнеса, не регистрируют. Кому это интересно, пишите своим спонсорам. Мы вас добавим в чат завтра вместе со своими... С вашими людьми. Вот. И у кого... Кто выполняет условия 150 баллов, да. Вы знаете, что у нас начался марафон от семьи Долженко. Поэтому присоединяйтесь. Цены классные. Вообще шикарные новинки. Вот и новинки у нас. И не новинки, цены вообще низкие. Поэтому присоединяйтесь. Ну, у меня все. Желаю успехов. У меня все. Желаю успехов. Раз, два, три. Так, сейчас слайды пролистаю. Так, я хочу вам рассказать о новинке этого каталога. Я уже попробовала ее. Поэтому можете покупать, можете пользоваться. Она очень крутая. Это праймер для губ. Прямо в самом начале каталога на него есть акция. Я его в прошлом каталоге купила за 399 рублей. Но я без скидки цену говорю. Из каталога Премьер Клуб. Каталог тоненький. Он приходит с основным каталогом. Там он 399 стоил. А в этом каталоге он стоит 199, но нужно купить помаду. Чтобы по этой акции, по этой цене прошел праймер. Иначе по 399 придется покупать. Он у меня есть. Я вам его покажу. Помада, по-моему, с ним идет стойкая. Хорошая помада. Я такую тоже брала. Я вот этот самый светлый оттенок брала. Мне очень нравится. Он ближе к бежевому. Если любите такие натуральные оттенки. Так вот. Это впервые в каталоге. Впервые в Арифлэм. Это новинка. Впервые появился вот такой праймер. Он совмещает в себе две функции. Это, во-первых, бальзам. Который увлажняет и питает кожу. И помогает избежать шелушения. И заполняет естественные неровности. То есть делает губы более ровными перед нанесением помадок. Но я уже попробовала его по-разному. Примерно недели две он у меня уже есть. Я им пользуюсь каждый раз. И дочери нравится. Я его подсушивала немножко. Ну, допустим, нанесла на губы через некоторое время. Ну, минут через пять только помаду. Пробовала еще наносить сразу после праймера. Ну, и так, и так хорошо. Знаете, на что обратила внимание? Губы нужно подготовить. Потому что все шелушения и все неровности от праймера видны еще лучше. Если губы шелушатся. Поэтому нужно использовать скраб. Убрать все шелушения с губ. Ну, и на ночь. Если вы еще не делаете, не пользуетесь. Такое у нас есть средство. Бочоночек. Который в первом шаге стартовой программы шел. Маленькое смягчающее средство. Я им локти мажу и губы мы мажем всегда на ночь. Вот если скрабом. Скраб, конечно же, должен быть очень таким мелким. Частички должны мелкие быть, чтобы губы не поранить. У нас в Арифлейн есть разные скрабы. Для губ отдельного нет. Он был раньше, когда-то еще до моей регистрации в виде помады. Я тогда даже не знала, как им пользоваться. Скраб, я имею ввиду. А сейчас я на Брэйдж скраб покупаю розовенький, такой вот нежно-розовый. Он для лица, но у него частички очень мелкие. И они 100% губы не поранят. Потом прочитала перед тем, как пользоваться праймером. И если нету скраба, то можно просто зубы, когда чистите, и зубной щеткой по губам так пройтись. Тогда губы, ну, отшелушите все лишнее с них. И только тогда можно использовать праймер. Он достаточно такой. Вот я его выкручиваю. Видите, да, его здесь много. Вот, весь выкрутила. Когда его наносишь на губы, ну, вы знаете, есть помада такая твердая. Бывают помады твердые, прям наносишь так с усилием, да. А бывают помады мягкие. Начинаешь красить, и она там раз куда-нибудь съехала. Вот наклонилась, там сломалась, если тепло дома. Да, как тают помады, есть такие. Вот этот праймер, он такой твердоватый, он густоватый. Такой прям достаточно. И прям с усилием. Ну, я вот таким образом. Где-то даже если за губу выйдет, ничего страшного нет. Будет, его не видно. Мы вот с дочерью обратили внимание на то, что он на губах ощущается. Как будто пленка такая губу покрыла. Допустим, как говорят, от матовой помады губы сохнут. Вот этот праймер тогда будет, как бы защита, прослойка такая между матовой помадой и губами. Вот, можно использовать. Делает цвет помады более насыщенным и макияж более стойким. Если не знаете, что покупать, да, нужно баллы набрать, попробуйте. Вот, классная вещь. Мы прям вторую будем брать, потому что дочь с нами не живет. Ей хочется такой праймер, и мне хочется такой праймер. Зачем он нужен? Вроде как многие же девушки сомневаются, да, нужен или не нужен, стоит или не стоит тратить деньги. Как можно ответить на такое возражение? Мы все мечтаем об идеальных губках, но, к сожалению, не всегда помада может привести губу в порядок. Некоторые помады, вот есть такие, они наоборот показывают все несовершенства губ. А праймер, он как раз поможет сделать губы более ровными, более гладкими. Но не забывайте отшелушивать их. Отшелушили, смягчающим средством на ночь, смягчающее средство на ночь нанесли, утром используйте праймер. Праймер помогает сохранить цвет надолго. Знаете, я еще читала отзывы разных актеров, Ирины Горбачевой в том числе, о праймерах, не только о праймере Арифоем, а вообще о праймерах. Им важен стойкий макияж. Поэтому вот праймерами и для лица используют праймеры, для того, чтобы выровнять кожу перед нанесением крема, это база под макияж. Для век есть праймеры и вот еще для губ. Как раз будет защищать от пересушивания матовой помады, если пользуетесь, будет питать и будет дольше помада держаться на губах. Вот ощущение приятное, когда мы наносим этот праймер. Поэтому пробуйте, будьте красивыми, не жалейте денег на себя. Маракон начался, да, я как раз сейчас заканчиваю, сейчас ровно 17.00. Я в чат скину вам ссылку и пароль, а все остальные смотрите ссылку и пароль в чате, который называется «Запуск 2018». Все, давайте, всем удачи, всех хочу видеть на вебинаре по запуску. Сегодня крутой спикер. Все, давайте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok